В Мордовии с 3 по 7 ноября в огне погибли пятеро местных жителей. Все пожары в районах республики Иссаранске произошли ночью. Первое происшествие со смертельным исходом случилось в Старошайговском районе ровно в полночь 3 ноября. Поступило сообщение о пожаре по адресу село Конопать, улица Центральная, дом 75, собственность мужчины 1949 года рождения. Очевидцы заметили дым и вызвали пожарных. К моменту приезда огнеборцев пламя уже перешло на вторую постройку. В результате были повреждены оба жилых строения на площади 93 квадратных метра. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тело 63-летнего хозяина дома. Причиной пожара, по данным ведомства, стало короткое замыкание. В результате неосторожного обращения с огнём на следующие сутки 4 ноября погиб 62-летний собственник частного дома на улице Голянова, 43, в Ельниках. Жилое строение загорелось около двух часов ночи. Пожар обнаружили очевидцы. Они увидели дым и незамедлительно вызвали пожарно-спасательное подразделение. Огонь повредил жилище на площади 120 квадратных метров. В этот же день спасатели из Чемзинского района тушили пожар в многоквартирном доме в посёлке Комсомольский. Во время ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили тело 33-летнего гостя хозяина квартиры. Причину этой трагедии сейчас выясняют дознаватели Госпошнадзора. Так, в половине первого ночи на улице Социалистической в Саранске полыхал пятиквартирный частный дом. Пожар в посёлке имени Гагарина был виден с городских многоэтажек. Учитывая плотность застройки и масштаб пожара, на его тушение были направлены несколько частей Саранска. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС России было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения, собственника квартиры номер 5. Огнём уничтожил жилой дом на площади 500 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Пятым погибшим в огне стал 20-летний молодой человек. Пожар произошёл ранним утром 7 ноября в посёлке Севинь Краснослободского района. Следственный комитет начал доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия, а также тела погибшего, данных, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины возгорания и причины смерти погибшего. Результатом проверки будет принято соответствующее продукциальное решение.